У нас один из наших постоянных и любимых гостей, известнейший политолог, эксперт Аббас Галямов. Аббас, приветствую. Здравствуйте. Мы вот тут сейчас начали говорить про разные шпионские игры, про отравление и так далее. Но я с вами хотел поговорить прежде всего про пиаровскую сторону этого вопроса. На днях появился большой такой скандал в сети вокруг газеты Washington Post, которая опубликовала информацию о контактах Пригожина с украинской военной разведкой, а потом еще и задавала соответствующие вопросы Владимиру Зеленскому, правда или нет. А что, спрашивается, Зеленский мог на это ответить, перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет. Ну так вот, Washington Post пишет, что якобы Пригожин предлагал сдавать позиции регулярных российских войск Украине при условии, что ВСУ уйдут из Бахмута и, соответственно, позволят его банде захватить город. Украина почему-то на эту сделку не пошла. Но возник, тем не менее, большой скандал, который уже прокомментировали все, кого только можно. Прокомментировал его в том числе и Песков, который сказал, ну это вот утки, которые сознательно запускаются с запада. Похожая реакция была и у разных военкоров о том, что даже для такого гада, как Пригожин, это типа чересчур контактировать с украинцами. Но то, что мы знаем точно, например, мы знаем точно, что российские офицеры сливали информацию, например, о чеченцах, когда была только первая волна наступления на Киев в феврале прошлого года. То есть это действительно происходило, то, что это вот невероятно, что кто-то из наступающей или обороняющейся армии российской, значит, может делиться подобной информацией против своих противников. Но такие факты точно есть. Ну, соответственно, у меня вопрос. Вот верите ли вы, что Пригожин мог действительно контактировать с ГУР Украины? И вообще, какие для него будут последствия вот этого скандала? Илья, ну в данной истории у нас слишком мало фактов, на которые мы можем полагаться. Поэтому уверенного вывода я сделать, к сожалению, не могу, исходя из того, что знаю. Я в данном случае, к сожалению, как та блондинка в анекдоте, помните, каков шанс встретить динозавра, выйдя на улицу? Ну, 50 на 50, либо встречу, либо нет. Вот в данном случае, вот у меня прям так, 50 на 50 мог передавать, это могло быть, но точно так же это могло не быть. То есть, что точно понятно, это то, что Пригожин абсолютно аморальная личность, которая, если сочтет что-то выгодное, безусловно, это сделает. Ну, человек, который, там, структуровый бизнес известен, да, человек, который поставил на поток наемничество, то есть убийство, значит, без всякого идеологического содержания. Допустим, предположим, здесь он, там, русский патриот, который поверил в сказки об украфашистах. Да, но Африка-то и африканская история, она к этому не имеет никакого отношения. А там он просто вовсю расторговывает наемниками, смертями и своих россиян, которые там в наемниках пишутся, и африканцев несчастных, да, на какие-то концессии, контракты, там, золото где-то покупает, где-то еще что-то. Вот. Или, например, его истории, значит, которые Люба Соболь там публиковала, да, расследование по поводу детского питания. Ну, то есть человек, ворующий у детей, помните, помните этого, значит, героя джентльменов «Удачи»? Ну, то бензин, а то дети, да, а для Пригожина, там, ворога одно и то же. И вот, ну, то есть аморальная абсолютно личность, и, конечно, если он сочтет это выгодным, он это сделает. Он все что угодно сделает. Ну, вот. Если он с честь это выгодно, может, ну, может. Вот смотрите, когда режим распадает, вот предшественник, гитлеровский режим. Ну, это же вообще известно, ведь даже популярный фильм по этому поводу сняли, 17 мгновение весны. Историчка канва, лежащая в основе этого фильма, она достаточно правдивая. Там, понятно, Елена Семеновна, что он крутил, но сама основная история, он ее взял правдиво. Он же, известно же, что он беседовал, например, с упоминавшимся в этой истории одним из игроков, значит, с бывшим командующим нацистскими войсками в Италии. Господи, дай бог память, фамилия вылетела из головы. Вот, значит, то есть канва истории воспроизведена, значит, правдивая. Это в обход Гитлера многие силовиков, включая Гиммлера, например, значит, то есть людей из ближайшего окружения Гитлера, пытались установить контакты с союзниками и что-то там такое для себя расторговать. Вот, поэтому они могли так и с наших станется, вот, ну, по уровню, так сказать, этического развития эти люди недалеко друг от друга ушли. Вот, поэтому, да, это абсолютно может быть правдой. И даже могу точно сказать, что на каком-то этапе так оно и будет. Может быть, даже если сейчас это не случилось, на каком-то этапе так оно и будет. Каждый сам за себя. Ну, вот, Аббас, смотрите, я извиняюсь, что я перебиваю, просто меня эта история, она чем интересует? Вот, для Пригожина, который находится там в зоне боевых действий, он находится очень сильно под очевидным присмотром спецслужб, да, то есть, ну, вот он так на острие, да, для него подобные атаки, подобные контакты, они точно являются очень рискованными. То есть, с точки зрения выгоды, тут как раз все абсолютно понятно. Он Путину пообещал взять Бахмут, здесь любые средства хороши. Ну, какая разница там, ну, то есть, поубивают не его солдата, поубивают смежников, да, то есть, неважно. Главное, результат достигнут, да, то есть, Бахмут взят, но если такой человек, как Пригожин, может контактировать со спецслужбами Украины или, там, других стран, неважно, то уж точно тогда могут контактировать со спецслужбами другие люди из окружения Путина, которые не настолько на виду, и тогда все разговоры относительно возможной, там, смены власти внутри страны, там, заговоров и так далее, они приобретают совершенно другое звучание. Конечно, Илья, я вот, собственно, к этому подходил, уже у меня вторая часть вопроса у вас была, значит, чем это закончится, какие могут быть последствия у этой истории, да, они крайне многообразными могут быть, в том числе и одним из важнейших следствий этой истории стала легитимизация самого вот этого факта, что все это возможно. Теперь масса, значит, офицеров, как в спецслужбах, так и, там, в армии, которые сами подумывали в этом направлении, так, похоже, там, так сказать, туши свет уже, да, керосином, пора уже как-то выкручиваться и думать о будущем. И они сами в этом направлении думали, а тут смотрят, этот Пригожин, негодяя-мерзавец, и здесь обскакал, уже там все, так сказать, дорожку-то протаптывают, пока я тут сижу, размышляю, значит, понимаете, ведь важно понимать, что когда ты, так сказать, приходишь с тем, с чем пришел туда Пригожин, предположим, да, ну, там, первый очень ценный является, кто приходит с таким, да, второй, третий, каждый следующий чуть менее ценен, да, ну, вас много тут уже таких, так сказать, в очереди стоят, да, и в этом смысле опаздывать нельзя. И теоретически кто-то из тех, кто вот сам в этом направлении думал, услышав, что вот она история-то реальная, то ли пошел, то ли не пошел, но если я сам в этом направлении думаю, я вполне поверю, что он действительно это делал, пошел. И я побыстрее побегу, так сказать, толкаясь локтями уже в ту сторону. И даже если кто-то из них не побежит, а пойди за ними и следи за всеми, там, сколько генералов, полковников, у каждого из них что-то в клюве теоретически есть, что он может Буданову принести. И за каждым надо надзор, так сказать, глаз да глаз. И поэтому даже если эти ребята не побегут, то силовики, вот эти все контрразведчики, там, да, всякие афобисты, там, всякие политруки, которыми там нашпигована армия, они-то точно всех на карандаш возьмут. Их-то работают, так сказать, выискивать, эту крамолу вынюсивать. И у них тоже теперь легитимный, так сказать, повод появится, да. И они начнут активничать. А что это ты, так сказать, какой-то странный маневр предлагаешь? Ты, может, уже на Буданова работаешь, а не на нас? Да, и пойди докажешь, что они верблюда. Ну, то есть, в целом, там, вот как песок насыпать в двигатель, да, и все будет, вроде будет работать, но со скрипом, с крежетом, да, и в какой-то момент просто встанет. Вот. Ну, тут же, Аббас, тут же... Легитимизация таких вещей. Ну, тут же, как получается, ты вот там сидишь, как человек, разговариваешь с Будановым, да, то есть, как два интеллигентных человека, там, обсуждаете дела. Потом, бац, и ты в Вашингтон-пост. Ну, и что делать? Ну, и что делать? Ну, отрицать, конечно. Ну, смотрите, Пригожин вообще человек дерзкий, это же видно. Да, он и раньше был таковым. А уж, начиная с осени, ну, это совсем очевидно, когда он без всякой необходимости начинает на Медведева, там, на Кремль наезжать, на Киренка оскорблять, на губернаторов, там, значит, ну, то есть, он не боится плодить врагов. Он человек, в общем-то, дерзкий, наглый. А дедушку что, вот он помянул тут, да, значит, не так... А кого он имел в виду вообще, кстати? Вот вы как, это, опытный спичрайтер, кого он имел в виду? Мне кажется, я внимательно, да, я внимательно все это, значит, прослушал пару раз, прям, проматывал назад и внимательно слушал. Мне кажется, знаете, это как было? Он же не по написанному читал, да, он его несло. Вот его несет. И вот он начал говорить, имея в виду Лебоша и Герасимова, значит, потому что там речь шла о том, что вот он выучил, типа, когда-то, раз и навсегда, теорию, что надо изучать, надо создавать резервы, типа, и не думая, там, это, типа, делает. Ну, явно не про Путина вот эта фраза, потому что, ну, вряд ли Путин такими вещами занимался, выучал, как резервы там на фронте организовывать. Вот. Но тут он, поскольку в бессознательном у него сидит уже ненависть к Путину, да, вот у него там, почему-то дедушка там получился, да, и тут его уже понесло, то есть он, по принципу, 7 бед, 1 ответ, уже начал двигаться в сторону дедушки. И в конце, конечно, он, начиная, он не имел в виду Путина, не собирался ничего про Путина говорить, но в конце уже вот, значит, его понесло, и он в конце уже имел в виду Путина, конечно. Ну, а как вы... Такая трансформация получилась, походу. Ну, мне тоже так кажется, вот, ну, вот, как вы считаете, вообще, ради чего это было изначально, вот эта вот вся, значит, публичная активность? Потому что вот для меня это выглядит как, что он искусственно повышает ставки, вот этими, значит, всеми разборками и так далее, чтобы его оттуда выгнали, а он бы потом мог сказать, ну, мы уже практически победили, а вот предатели, враги России не дали довести дело до конца, ну, вот, а у меня так было все хорошо и замечательно, ну, и потом на следующем политическом витке он может на этом делать какие-то уже, там, политические чисто движения, там, создать партию, баллотироваться куда-то, там, сейчас многие говорят про 24-й год, ну, то есть, не прямая заявка, вот, прямо сейчас начинать это делать, но закладочка под какое-то будущее. С другой стороны, ну, все прекрасно знают, и Пригожин сам первый, да, что вся эта история полностью контролируется администрацией президента России, и поэтому подобные закладочки как-то без ведома администрации, но тоже как-то звучит достаточно странно. Вот, как вы считаете, это самостоятельная игра, или это, может быть, из него вот делают такого потенциального замену, там, Жириновского, там, лидера национал-патриотического крыла, который может на следующих выборах выстрелить? Нет, это абсолютно самостоятельная игра, недружественная по отношению к Путину, недружественная по отношению к администрации президента, вообще не по отношению к никому из них недружественная, потому что, по сути, спасая, собственно, Ринаме, он рушит единство армии, разрушает фронт, по сути, и, по сути, даже больше, он создает в целом ощущение начинающейся гражданской войны, выхода из подчинения, развала всей системы, которая и есть, собственно говоря, революция. Вот эта вот ленинская формула революции – это не только когда низы не хотят, но тогда и верхи не могут. Вот она и есть, вот так она начинается. А там толпа матросов, бегущие на штурм зимнего, это потом появляется, начинается вот все с этого. И это факт, который чреват для них, для всех, ну, очень серьезными неприятностями, и поэтому никто из них, конечно, такого одобрить не мог. Это игра, знаете, там, условно говоря, создал кого-то, кто заполнит нишу Жириновского, при этом проиграл войну и лишился власти. Ну, как, надо соотносить все-таки, так сказать, прибыли и убытки как-то, да, иначе быстро обанкротишься. Ну, вот, поэтому это, конечно, он делает самостоятельно. И да, я согласен с вами вот в той части, что это просто забота о Ринаме, он пытается избежать поражения. Ну, то есть, я не знаю, рассчитывал ли он на то, что его оттуда выгонят или нет, но, по крайней мере, он четким пальцем указал на виновного. Ну, что вы от меня хотите, у меня снарядов нет. Все видели, все слышали. А поскольку российское общественное мнение, в том числе и лоялистское, охотно поверят в сказки о том, что вот ненавистная бюрократия, значит, там, гнобит, там, честного, хорошего парня, классическая история. Ну, то есть, бюрократию в России ненавидят, в том числе и лоялисты, которые молятся на государство. Вот такой парадокс. Значит, один и тот же человек, там, за государство и при этом ненавидит бюрократию, которая, по сути, и есть государство. Вот. Государство — это же не какая-то метафизическая штука. Если ее посмотреть на то, во что она материально оформлена, вот в России она оформлена в, значит, вот такую вот неконтролируемую никем бюрократию. Контрольную никому. И Пригожин, ну, то есть, в это охотно верят. И Пригожин вот назначает крайнего, и в этом смысле он действительно реномет в свою значительной степени отбелил. То есть, он не смог победить украинцев, но Сайбур Герасимов, он пиар этой войне, на голову разбил. Теперь он, в случае поражения под Бахмутом, у него алиби готовы. Значит, как говорится, ручки-то вот они. Поэтому он свое политическое будущее вот здесь, в Бахмуте, так сказать, не похоронил, по крайней мере. Так что, да, он задумывается о своем дальнейшем будущем, он заботится о своем реноме. Он не хочет выглядеть лузером, он хочет выглядеть парнем, который выиграл бы, если бы какие-то сволочи не носили с этим ударом. Аббас, знаете, вот я бы хотел на вас проверить свою точку зрения, потому что, мне кажется, вот эти всякие эскапады Пригожина в сочетании со всем, что происходило на 9 мая, там даже Лукашенко, в общем, с явным нежеланием его вытащили в Москву, и он сразу оттуда улетел, ну, ссылаясь на здоровье, понятно. Потом, видите, какие-то очень такие унизительные военные события, типа атаки беспилотников на Кремль, значит, 4 летательных аппарата, 2 самолета, 2 вертолета в Брянской области. Вот это вот все вместе создает какое-то ощущение, что действительно ткань государственности начала расползаться. Вот вы видите это или это у меня такой wishful thinking? Да нет, конечно, это совершенно очевидно, да. Ведь вот эти все неудачи на фронте, это, понимаете, вот если бы вы мне сейчас перечислили какие-то проблемы периферийные, ну, например, там, вот в Красноярске до сих пор не могут решить экологическую проблему, там, городскую, связанную с вот этими выбросами, там, да, вот этот черный снег, на минуту, да, ну, или еще чего-нибудь вот такого рода. Там десяток проблем назвали бы и сказали, вот, свидетельствует ли это, так сказать, распаде ткани государственной, раз о предстоящей, приближающейся революции, я бы сказал, нет, не свидетельствует. Но в случае с тем, о чем вы сказали, ситуация войны, это ключевая функция государства вообще воевать, да, и если ты не в состоянии обеспечить, ну, единство фронта, там, да, когда у тебя армия, там, разбивается на враждующие группировки, такая махновщина получается, да, если ты не в состоянии защитить такие сакральные святыни, как Кремль, например, да, и так далее, то, конечно, есть и основания говорить о распаде вот этой государственной ткани. Тут ведь как бывает, Кармакс говорил, идея, владевая массами, материализуется. Это вот то, что называется самозбывающееся пророчество. То есть даже если изначально это не было распадом ткани государственной, а было всего лишь суммой какого-то количества частных проблем, то в силу того, что люди воспринимают это вот как распад государственной ткани, а вся государственная бюрократия в значительной своей степени именно так это и воспринимает. Тут, ну, самозбывающийся прогноз получается, то есть эта ткань начинает действительно распадаться. То есть вот все они сейчас переходят из режима такого угоднического, знаете, традиционного российского, лакийского, чего изволит и в режим спасайся кто может. И Пригужин в этом смысле он такой трендсеттер, он такой задает тренды, он демонстрирует динамику. Да, я был лояльным по отношению к Путину. Все, время лояльности прошло. Теперь каждый сам за себя. Путина можно оскорблять, значит, Путина можно не слушаться. Про армейских генералов там вообще мы уж что-что говорить, там можно и косты в гриву. С врагом можно устанавливать контакты, значит, налаживать отношения, расторговывать, что у тебя есть, конвертирует, так сказать, вот это, то, что у тебя есть, там, в какие-то для себя гарантии, там, или еще что-то там. Вот модель поведения, так сказать, лидера трендсеттера. Пригожин с осени прошлого года таковым является. Ну вот Путин же все время старается сделать такой себе образ сильного, компетентного, уверенного в себе лидера, да, то есть такого хозяина, да, то есть в развалочку идет там, то есть все знает, все понимает, там, значит, ситуация под контролем. И тут вдруг бац, и военный парад с одним танком Т-34. Вот как вы считаете, это было увидено российским обществом и, наверное, особенно российскими элитами? Или народ как бы не понял, что произошло? Конечно, понял. Такие вещи-то быстро понимают. Это же динамика важна. Все помнят, как это раньше было, и все видят, как это сейчас происходит. И вот в ситуации вот нынешнего контекста, ведь восприятие определяется контекстом, и в нынешней ситуации контекста, вот вы начали перечислять, там, значит, Кремль бомбят, над российской территорией российские ВВС сбивают уже пачками буквально, такие кинжалы оказались, вовсе не кинжалами, а какими-то там тупыми зубилами, значит, которые тоже сбивают, там уже счет на десятки скоро пойдет. Вот Бахмут уже окружает, значит, пропагандистов в тылу взрывает, то есть все эти хваленые путинские спецслужбы не в состоянии защитить этих лидеров пропагандистского сообщества патриотического. Вот. А единый фронт распадается, по сути, там полевые командиры уже там ругаются, ну, такая вот махновщина получается. Ну, то есть вот-вот-вот куча трендов, даже на внешнеполитических фронтах, значит, ЮАР заявляет, что Владимир Владимирович не приезжает, потому что если прежде, то арестуем, там, ну, немыслимая история, казалось же, да. И вот все это в совокупности и определяет, как будет восприниматься вот это вот событие. Все сдулись, да. Вот как в том анекдоте, помните? Сто не дышишь, а как дышал, как дышал. Все же помнят, как это раньше было, понимаете? То есть Путин сам создал вот, значит, канву, вот те призмы, с которой это все будет восприниматься. Конечно, все это восприняли как еще одно доказательство того, что дела на фронте идут совсем плохо. То ли Путину уже стыдно в нынешней ситуации, там гряться от металла, бряться от металла на Красной площади, потому что очевидный контраст. Что-то нам тут по Красной площади там танками катаешься, ты езжай на фронт, да и там побеждаешь. Ну, строго говоря, вообще зачем парад, когда есть война? Парад придумал как суррогат войны, демонстрировать свою военную мощь в ситуации, когда нет войны, и ты не можешь показать свою мощь на поле боя. Если ты можешь показать ее на поле боя, зачем тут вот, значит, людей пугать? И поэтому либо вот Путин так это чувствует, либо у него просто техники это не осталось, уже вся на фронте, значит, и вся подбитая уже там в кустах горит. И поэтому отменили военный парад и гиппорад ВВФ, значит, то ли уж что, но любая интерпретация в любом случае негативная. Не выглядит это как парад победы. Вот у них день победы без победы. Деды молодцы, деды победили, а вы, фу, позорники недостойны памяти дедов. Вот как это выглядит. Аббас, последний вам вопрос. Вот мы поговорили там про отношения федеральной, так скажем, элиты ко всему этому. А что региональные? Сейчас посчитали, что примерно каждый месяц боевых действий обходится бюджет около 720 миллиардов рублей. Ну, примерно 10 миллиардов долларов. Но бюджет Ямала-Ненецкого или Ханты-Мансийского округа, он там находится на уровне 300 миллиардов рублей. То есть больше, чем в два раза меньше. А это самые богатые регионы России. И целый ряд регионов по состоянию на начало мая оказались в ситуации, когда они находятся, ну, просто, по сути дела, в состоянии банкротства. Они находятся сейчас на полном казначейском содержании центра. У них не осталось никаких местных денег. И с одной стороны, можно сказать, что это там фактор сохранения единства страны. Потому что единство начинает распадаться, когда у региона деньги есть, а у Москвы нет. И ты не хочешь делиться, значит, и ты говоришь, иди отсюда. То есть, вот мои деньги при мне, а вы, значит, там, как хотите. Так распадался, во всяком случае, Советский Союз. Сейчас как бы ситуация обратная. Там все на подсосе, все просят, все там, вот, пожалуйста, дайте. С другой стороны, тот кризис, в котором оказались регионы, он, прежде всего, происходит из-за того, что налоговые поступления от нормальной экономики резко упали. И вообще весь ВВП держится исключительно на том, что есть военные заказы. Ну, это только в нескольких регионах, это им помогает. А во всех остальных, в общем, мягко говоря, нет. Будут ли сохранять лояльность региональные элиты? Есть ли шанс, что мы услышим какие-то голоса недовольства оттуда? Как вы считаете? Ну, конечно, услышим вопрос, когда. Это люди, это не те люди, которые, знаете, там, это не пригожен. Это, принципиально, другой типаж. Это люди, не умеющие, не привыкшие рисковать. Они всю дорогу выслуживались, они делали карьеры, вот, просто, так сказать, угодливо, там, заглядывая на сердце в глаза и исполняя все его предписания. Поэтому, значит, ожидать, что они будут первыми, восстанут первыми, конечно, не приходится. Но на каком-то этапе, да, они, безусловно, присоединятся, вот, когда они почувствуют, что вот он тренд, вот, куда ветер дует. Когда почувствуют, что оставаться лояльным более рискованно, чем начинается двигаться в сторону фронды, когда федеральный центр ослабеет окончательно, вот, тогда, конечно, они все тоже начнут, как это было и в 90-е, в конце 80-х годов. Вот, националистические движения, там, сепаратистские движения, они зарождались не в бюрократической среде, они зарождались в среде фрондирующей интеллигенции, студенчества, значит, а потом, на каком-то этапе, эти настроения подхватили уже аппараты партийные, первые секретари, значит, и они, собственно, развалили Советы. А вы думаете, это будет именно конец 80-х, то есть это будет ситуация распада, или это будет 90-е ситуация вот такой региональной фронды и вольницы, когда это торговля с центром? Так это, ну, и тоже, это разная лица одного и того же процесса. То есть я начинаю, я понимаю, что центр ослабел, я понимаю, что мне надо для того, чтобы удержать власть здесь, демонстрировать свой локальный патриотизм и недовольство Москвой, потому что это главное доминирующее настроение, которое есть в моем регионе. И для того, чтобы его оседлать, я постоянно пытаюсь стать лидером этого протеста. Да, дальше я внимательно смотрю, во-первых, что делают соседи, во-вторых, что делает центр, в-третьих, что хочет у себя народ. И в зависимости от ситуации, то есть если настроения будут настолько радикальными, что там будут требования отсоединения, отделения, отдаления, выхода из автора России, ну, я буду эту тему оседлывать. Если я буду видеть, что в этот раз не так сильно, ну, значит, я буду просто ограничиваться отставки там нашей налоги нам. Вот вы сказали, что они сейчас все на подсосе у центра, но они это прекрасно понимают, и народ это понимает, что народ в глубинке понимает, что вообще-то, ну, экономика-то, у них не в Москве, а в стране в целом. Да, в том же, вот, упомянутом сегодня, красноярской экологии, кто угробил? Ну, многочисленные там заводы, которые на земле работают. Но прибыль этих заводов почему-то в Москве оказывается, у Путина. Вот. И это людей бесит. Поэтому я вот вам уверенно говорю, как много работавших в регионах разных, что ненависть к Москве, зависть и ненависть по отношению к Москве это единственное, наверное, чувство, которое объединяет местные элиты и местное же население. Вот если есть что-то, что вот между ними общее, потому что в целом между ними пропасть, то есть если что-то общее есть, это вот это вот недовольство Москвой. Поэтому потенциал к сепаратизму, конечно же, там есть. Причем я бы сейчас сказал, что, ну, традиционные лидеры национальной республики, потому что там примешивается еще этнический фактор, да, то есть это не просто типа Москва нас грабит, а еще кто-то может это сформулировать так. Это русские нас, там, башкир, татар, там, удмуртов, там, угнетают, да. А этничность, ну, такая, для значительных групп населения потенциально там мощный движущий фактор. И, значит, ну, помимо этого, и традиционных вот лидеров сепаратизма типа национальных республик или там регионов Дальнего Востока, которые там на Японию смотрят, вот, я думаю, сейчас появятся вот приграничные с Украиной регионы, потому что они настрадались, типа Белгород, там, да, они настрадались от этой войны, там, я вот читаю и вижу, из того, что я вижу, я понимаю, что пока это под спудом, так сказать, не очень заметно, да, но, в принципе, они от этой войны настрадались, там, капитально вообще. И, конечно, это конвертируется в возмущение и негодование в какой-то момент по отношению к Путину, к режиму, и к Москве в целом, да, и к федеральной власти в целом. Значит, вы там свои авантюры какие-то затеяли, а мы за это все расплачиваемся, да. Это интересная версия, да, это интересная версия, надо внимательно посмотреть на обстановку в этих регионах, посмотреть фокус-группы, честно говоря, я про это не думал, спасибо за такую наводку, но это действительно важно. Спасибо большое, к сожалению, время у нас в эфире закончилось, с нами был известнейший российский политолог Абас Галямов, всегда рады видеть вас в нашем эфире, я надеюсь, что мы этот разговор еще продолжим в следующий раз. Спасибо.